Ты же недавно в наших краях? В ваших, да? Сколько? Откуда самородом, как зовут? Нет, я не сам. Татьяна, да? Да. Это мое любимое имя, Татьяна. Ой, как? Какого года? 78-го. 78-го? Угу. Ну, как и обещал. До 82-го, меня можно называть Юрой. С 82-го дядя Юра. Ты, брат, какого года? 67-го. Ну, теперь Юрог. Юрог, может. Давайте, мне же рассказывать. Откуда родом, чего, какими судьбами? А, ну, камонка. Ну, видно, что не балерина. Не, а муж это балерина, ты так похожа на балерину. Худенькая. Худенькая. Вот. Употребляю с 95-го года. Откуда родом? А, из Москвы. Землячка! Какой-то, ты удивлячка у него мало. Да. А откуда с Москвы? В Москву, нет. Откуда? С Раменского? Нет, ну, это еще другие края. У меня жена с Калининграда. Ну, Москва, Королева. С Королевого? Да. Ну, Раменского, это еще, по-моему, другой. Конечно, да. Совсем другой. А сейчас беда. А? В Калининграде Беда. В Калининграде Беда. В Калининграде Беда. А что беда? Вот туда нам преображение. Мало. Одна у нас там мало. А Королева есть? Есть, конечно. Да? Да. Да не, машину можно пробить, я не могу, да. Куда? Сюда, в машину, которая будет, да? Можно. Нам в центр кладу. Да не можно, а нужно. Костя, не просто машина, а нужно, чтобы в каждом городе у вас были вот такие вот битые родительские копеи. Я тебе клянусь, я вам ее просто бы подарил. Но если бы не сегодняшняя моя финансовая полная жопа. Понимаешь? Мне вообще народ весь вообще хренее, когда я езжу на этой машине. Но я прикололся, они есть. А теперь я что-то подумал. Подожди, я же резервы. Так, ладно, давайте станем выше, землячка моя. Мы пойдем. Фу, идите. Время пошло. Значит, Серега, Серега, сколько полтора часа максимум? Ну, сейчас 9. Не, ну давай, чтобы я буду сейчас созваниваться. Ну, стоять, что-то на этот момент рассмотрим, помню. Сразу, смотри, смотри, сейчас 9, 10. Миссии, в пол-одиннадцатого я себе уже какие-то встречи назначаю. Ну. Договорились? Я познаймю. Сидея у тебя телефон? Нет. А интернет работает? Да. Включи интернет. Ключ. Вот это же. Смотри, 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 пойдем. Пойдем, выключите, отключаем. А что я его не мог включить? Вот смотри, если отключится, отключится. Вот видишь вам, дорога друг. Вот. Нет, так монитор не работал. Давай, все. Вот смотри, вот видишь, ты его модель вам что-то там. Ну, если она потухнет, берешь вот этот провод, вытыкаешь его. А, и затыкаешь. И затыкаешь. Там шевелечка, что тут откроешься. Тут все вот. Тут вот эту группу. Видел, что хлопнули ваш сайт? Нет, московский. Рассистский. Хлопнули? Да. Что, включили? Данюша, иди, мать сюда. Сестра. Нам, всем включим. Что, включили, Ольга? Хлопнули, хакеры хлопнули. Это второй шаг. Вы шаг наглели на сайте тоже. Вас уже везде закрыли все. А по сайту вроде-то вы работаете. Все в порядке, у вас все. Ты что, я вам сейчас помню? Ну, не, ну, я утром отключал небо. Ну, наглели, в хорошем смысле слова наглели. Понятно. Фу. Танюша. Это моя любимая имя, Таня. После Оли. После Оли. Давай, сестра, садись. Да нет, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Нормально. Вот здесь лучше, здесь лучше. Здесь просто, ну, я же, я тебе, честно, кино снимаю. Кино, кино, увидишь, что ли. Нет, мне не надо. Лицо я не буду снимать. Да, почему же это ты, я вообще-то, я вообще-то... Я только звук, звук, звук. А брата, можно позови брата? Нет, ну, я понял, выжил. Да я думал, он же ж не понимает ни хрена. Понимает он уже. Понимает? Все он понимает. Я его буду забирать домой. А он понимает, что у него мать умерла? Понимает он уже все. Все он уже понимает его. Ну, хорошо, я вызову его, поговорю с ним. Ну, что я разговаривал с врачом и сказал, вы, да, хорош его колоть, что вы его колете, блин. Я разговаривал с доктором, говорю, хорош его колоть, у меня денег больше нет, что вы меня доите, блин. Но она поняла, что, ну, я же и показал, кто я, что я журналист, что... И она как бы... Ну, сказала, да, да, да. Это говоришь? Зачем? Как это колете? А чего его колоть уже, мать? Чего его уже колоть? Лечат они его. Слышишь? Нет, ну так... Ему же легче сейчас. О, да, красавец он просто, выздоровел. Легче ему сейчас. Мне легче уже? Угу, легче. Он на поправку пошел. Вот пошел уже. Вот поговорю еще с ним. Поговорю, я с удовольствием с ним сейчас поговорю. Я сейчас поеду, я тебе 100% говорю, что я поеду. Не надо ни с кем там разговаривать. А что ты боишься? Ты чего боишься? Ты кого боишься? Он видел, это, солдат, пришел солдат. Там она так плакала, солдата отдала в армию. Привезли, привезли, привезли солдата больного. На пиве его там. И мать, беденька, заплатила деньги 300 рублей. За лекарство. Никому ничего не говори. Ты понял, нет? Хорошо, не буду, мам. Лера! Ну не буду, ты сказала, не говори, не буду. Никому ничего не говори. Хорошо, не буду. В армию, в армию, привезли такого больного, добитого. А ты говоришь Ленку. Хорошо, что Ленку берут еще. Ну не буду, хорошо, не буду. Хорошо, что? Ну не буду, сказал. И вы за ней поговори с ним, отдай мне вот это все. Хорошо, хорошо, договорились. Давай, сынок. Давай. 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 Это у тебя вообще самый первый центр, да? Ну ты не был ни на каких, ни в харизматичных центрах. Ведь очень много спасают. В церкви я очень много перевидал. Это первое. Понимаешь? Я очень много. Обружение это первый центр. Ну я тебе скажу, это лучше. Это значит, тебя Господь просто посмотрел на твой возраст. Тебе уже сколько лет? Мне 44. И понял, что тебе надо сразу отправить в лучшее. Это просто вот этой вот визитке уже. Но я вот храни эту визитку. Вот я ее храни. Вот храни. Ей уже два года. Ей два года. Это... Запорожье. Вот храни, понимаешь? Вот эту визитку тебе дал... То есть все города, во всех городах телефоны. В Киеве, в Луганске, в Днепропетровске, в Кривом Рогу, в Дмитске, в Харькове, в Одессе и в Негаладе даже. Нет, ты не понял, что я тебе сейчас говорю. Я не говорю, что этот центр лучший. Я говорю, что система, которую они построили, вот система преображения, это лучшая система. Пусть мне кто-то докажет обратное. Я имею на это право, потому что я был во многих других центрах. Но я, центра преображения Украины, увидел изнутри. Я ночевал в Киеве две недели, я жил в Киеве две недели с ребятами. Я ел с одной кастрюлей, я ел с одной... Я ел одно, понимаешь? Я вот единственное, еще не ходил на работу, не копал там, не надо сходить еще на работу, чтобы уже быть встал. Я бываю у них на собраниях. Я, что еще, я снял видео больше, чем, ну, никто больше столько не снял, сколько сделал я. Я себя не... Это мне Господь как бы там сверху сказал. Папа Юра, а ну пойди туда. Еще и матом на меня, потому что я не сразу хотел. Что-то мне не перло. А потом он говорит, а ну сходи посмотри, как там братья у тебя живут. И вот я пришел посмотреть. И сегодня я могу констатировать, что это лучшее. Я могу рассказывать на эту тему, ну, очень... Ну, о чем мне рассказывать? Все в интернете есть. Я все выкладываю это в интернете. Понимаешь? И поэтому мне интересна психология. Вот ты сейчас рассказал, как ты приходишь. Но мне еще больше интересно... Мне уже, клянусь, неинтересно, что ты там курил, что ты там нюхал, все. Это мне уже неинтересно. Хочешь, расскажи. Не хочешь, не рассказывай. Мне интересно, о чем ты мечтаешь. Что ты хочешь. Какие вот твои самые первые воспоминания. Почему ты согласился вообще? А, ну почему согласился, как бы у тебя аргумент достаточно убедительный. О чем я мечтаю. О чем мечтаешь? 44 год, молодой. Чтобы у меня было всего. Живе в своем. У меня этого нет. Ничего нет. И вот это еще... От этого еще мало. Вот смотри, вот еще, смотри, вот еще, почему я могу точно сказать, что вот эта система лучше. Ведь здесь выстроена так система, что через пол, максимум через год, у тебя может быть и жилье, оно практически твое жилье. Просто у тебя уже твои братья и сестры, которые тут же не пришли сюда, соцработники с высшим образованием и начинают вам рассказывать. Понимаешь? И я же тоже не научный работник. Еще раз говорю, я отец наркомана. Я это видел, я это понимаю, что такое жизнь. Вот нам нужно, для нас нужно центры создавать. Для отцов, родителей, наркоманов. У нас в Николаеве 40 тысяч наркоманов плюс умножает она 2-3. У вас, я думаю, в Запорожье не меньше. Нам нужно центры создавать, чтобы мы жили. Вот. И ты можешь здесь, вот именно здесь. Другого я такого не знаю. Ты проявляешь себя, ты показываешь, что ты работаешь, ты хочешь, ты жизнь по-другому хочешь. Через какое-то время ты становишься заместителем руководителя. Ты становишься заместителем уже руководителя. Тебе уже доверяют билку, тебе уже доверяют самостоятельно выезжать на работу, тебе уже доверяют деньги доверять. Потом еще через какое-то время ты становишься руководительным центром. Ты уже полностью сама Более того Я вообще офигел Более того Если ты уходишь Хоть тебя, но это нельзя говорить Если ты уходишь Все равно тебя потом Во-первых, за тобой никто не гоняется Никто тебя не ищет Понимаешь? Это мы знаем Никто тебя не ищет Никто тебя при яме не предъявляет Понимаешь? Я таких людей просто видел Они несколько раз уходили с кассой И до сих пор в их уже вернулись Но они уже идут За ними по-другому смотрят По-другому уже понимают Но они уже получаются Выкристаллизованные Они побывали уже в той жизни Увидели Касса, сколько там на той кассы хватит И они понимают, им уже есть что сравнивать Я долго не понимал, зачем они такие крутые дома делают Долго не понимал Мне было непонятно Казалось бы, наркоманам, алкоголикам Людям, которые вообще в подъездах живут Которые живут на улице Да и они будут рады Что дайте вообще просто Чтобы мне на кровати спать Ну правильно? В подъездах сейчас уже не живут Ты рассказываешь В подъездах сейчас двери Ну в подъездах выгоняют В подъездах двери ставят А в подвалах В подвалах, в люках В подъездах сейчас уже в подъездах В подъездах сейчас уже в подъездах